Высота дерева 16 метров. Об этом дереве специалисты могут узнать абсолютно все. Высоту, обхват, возраст и состояние ствола. Московские эксперты Центра древесных экспертиз обследуют растения не только визуально, но и инструментально. Оценю состояние ствола, состояние кроны и состояние почвы. Сосна в деревне Губари в Кататищевского района самая старая в области, поэтому и попала в программу деревья памятники живой природы. Ее посадил на своей усадьбе помещик шахматов более 200 лет назад. Усадьба не сохранилась, а вот за сосной внимательно следят. У дерева даже собственный сайт есть. Там вся необходимая информация. Этот прибор называется резистограф. С его помощью можно в буквальном смысле заглянуть внутрь дерева. Вся актуальная информация попадает на ленту. И здесь уже специалисты могут узнать предварительную информацию о растении. В настоящее время сверло проходит гнилой участок древесины. Вот мы видим, как я уже повторюсь, снижение графика, вот этот провал, который говорит о меньших усилиях на сверление, затраченное прибором. Что свидетельствует о наличии гнили. Здесь вот рисунок самого Александра Николаевича Минха. Как раз здесь саженцы, вот зимой видно саженцы, ну сколько им там, может быть год, 3-4. В соседней Полчининовке стоит еще одна местная достопримечательность. На рисунке хозяина усадьбы Александра Минха саженцам еще не больше 4 лет. Сохранившиеся сегодня ели полтора столетия. Специалистам важно узнать, есть ли внутри повреждений и какой точный возраст растения. Для этого спиливать его полностью не нужно. Проба берется без вреда для хвойных. Такой образец древесины в виде длинного карандаша. И вот по сосне будет прям на этом керне четко видны годичные кольца. Подробный отчет дадут в столичной лаборатории. Туда материал, экспертиз направят в ближайшее время. А после специалисты напишут рекомендации местным властям, как правильно ухаживать за природной историей. Никита Исанов, Олег Буланов, Саратов, 24.